Всем привет, друзья, с вами Никодим, и мы продолжаем наше первое прохождение игры RimWorld. В прошлой серии у нас была свадьба, Строй и Гормит стали супругами, для них мы даже сделали отдельную кровать и отправили в свадебное путешествие. Наш караван уже возвращается домой, надеюсь, что скоро он вернется и все будет хорошо, но на базе нам предстоит сделать очень многое. Я прочитал все ваши комментарии, сегодня я буду внедрять все эти идеи, которые вы предложили, и продолжу улучшать нашу базу. Итак, первое, что вы предлагаете, это немножко изменить расположение аккумуляторов и сделать для них вот такую специально отдельную зону, которая будет у нас с выходом на улицу. Так, у нас какой-то волк хочет забить одну нашу альпаку, у нас, к сожалению, нет вооруженных, и мы не сможем сопротивляться, но мы хотя бы заберем тогда ее на мясо, будет ничего страшного. Так, давайте начинаем выполнять все, что вы мне написали. Во-первых, я разбираю вот эту вот стену, дальше я даже разберу, наверное, вот эту стену. Вы предложили поставить аккумуляторы на расстояние одну клетку друг от друга. Сделается это для того, чтобы аккумуляторы при взрыве не смогли повредить соседние аккумуляторы, поэтому я их просто передвину, а здесь мы сделаем дополнительную стенку. К тому же все мне пишут, что Никодим, экономь железо и экономь сталь, оно будет очень нужно. Так, давайте мы эту альпаку, тогда здесь, ага, нужны материалы. Мы сейчас разрешим, и теперь автоматически мы должны, да, все разделать на разделочном столе. Сейчас мы отгоним этого варга, самца, у него нет ранений. Пока не вернулись наши боевые товарищи, мы не сможем его убить, не сможем как-то отомстить за смерть нашей альпаки. Но для самих альпак вы предложили сделать следующее. Вот здесь у нас находится пастбище, где у нас пасутся эти альпаки. И чтобы они не умерли с голода, смотрите, они почти что всю траву съели уже. Вы предложили здесь поставить вот такие посевы. Посевы, давайте сделаем посевы, посадки, где-нибудь вот на этой территории максимально, мы посадим одуванчики, друзья. Это растение как раз для того, чтобы оно у нас типа сорняков будет расти. И вот эти вот альпаки, которые скоро, надеюсь, здесь будут в большом количестве, они будут есть эту траву. Смотрите, он так и не уходит, этот самец. У меня нечем абсолютно отгонять, у меня нет оружия ни у кого. Серая у нас, правда, с дубиной, но ее мы должны беречь, потому что она должна будет вернуться домой. За это задание мы получим что-то в районе 50 золотых. А медрем у нас пока что готовит еду. Кстати, по поводу еды, давайте на паузу поставлю. Вы мне предложили тоже очень много интересных идей. Предложили сделать следующее. Итак, делаем области, делаем склад и ставим по одной клетке склада здесь и по одной клетке склада здесь. Теперь, друзья, для чего это делается? Здесь на столе у нас пока собираются из двух материалов, например, из мяса и из растительного. И нужно все время ходить сюда, нужно выходить сюда. И на это теряется время. И у нас очень долго получается занят повар. Что мы можем сделать на этом складе? Во-первых, мы можем поставить немножко повышенный приоритет. Давайте запретим все, снимем все галочки. Сюда у нас будут приносить, например, все мясо. И можно, наверное, поставить галочки вот так вот, разрешить свежие, чтобы сразу же его сюда приносили. И здесь его и переделывали. А здесь мы можем поставить склад, в котором мы, опять же, запрещаем все и выставляем только лишь вот растительное происхождение. Давайте проверим. Здесь есть картошка, кукуруза, рис, ягоды. Да, все это сюда можно будет приносить, поэтому ставим здесь. Приоритет делаем повышенный. И я думаю, что вот здесь, в нашем холодильнике, повышенный приоритет ставить не обязательно. Можно будет поставить вот так вот обычный приоритет и запретить носить сюда как мясо. Хотя, наверное, сюда будет мясо носиться временно, а здесь у нас будет мясо постоянное. Смотрите, когда я здесь поставил стены, вы мне предложили убрать область, которая занята стенами. Оказывается, сами стены убирают эту область. Мне не придется теперь убирать эти клеточки. То есть сюда уже поселенцы не смогут выкладывать все вот эти вот продукты. Плюс еще в самой плите, вы мне рассказали, можно поставить специальные условия. Давайте поставим детали. Смотрите, отнести на лучший склад, а можно просто положить на пол. То есть он бросает здесь на пол, не относит, не тратит время. Давайте здесь делаем. И здесь тоже детали, тоже положить на пол. И здесь уже с пола любой другой поселенец сможет это собрать, либо сразу съесть, либо отнести уже на кухню. Тем самым повар не будет тратить свое драгоценное время для того, чтобы носить все время это на кухню. Что ж, давайте посмотрим, как это будет работать. Но и будем сразу же выполнять следующее. Так, смотрим, он принес у нас мясо. В принципе, он должен носить у нас одновременно и мясо. Давайте вот так вот сейчас уберем пока что, чтобы он больше не делал. Вот так вот, 10 штук. Пусть он делает теперь вкусные блюда. Он принесет одновременно и мясо, и рис. Вкусные блюда немножко лучше улучшают настроение. Это было последнее. После этого он начнет приготовить еду дальше. Также вы в своих комментариях посоветовали мне приглядеться вот к таким вот растениям. Это дикий лечебный корень. Смотрите, он у нас есть практически по всей карте, если его выделить. Мы можем его просто собрать, и у нас вот здесь вот добавится лечебный корень, который мы можем использовать при различных заболеваниях. Давайте посмотрим, как. Да, караван уже подходит. Уже буквально через несколько минут наши молодожены вернутся домой. Все должно быть, надеюсь, нормально. И продолжаем, друзья. Так, здесь мы переделку с вами сделали. Также вы пишите, что в технологиях лучше всего изучить геотермальную станцию. Да, я знаю это, конечно. Но, во-первых, мы сейчас изучаем временно другие технологии. Во-вторых, геотермальная станция занимает очень много по времени. Поэтому я ее обязательно изучу, скорее всего, даже следующую науку. Но пока у нас доучится вот эта вот ковка, которая нам в том числе тоже будет нужна. Дальше. Вы мне советуете купить оружие. Вот как раз мы столкнулись с этой проблемой, что у нас, например, тот же Мидбой имеет только кулаки. У него вообще нет ничего. На складе у нас тоже нет никакого оружия, даже какой-нибудь палки или дубины. Так что нам теперь надо либо с кем-то воевать и отнимать у них все оружие, либо покупать у торговцев, которые почему-то к нам не приходят в такой ненастный дождь. Смотрите, у нас еще есть несколько животных. Давайте мы тогда... Невозможно разделать тушу. А почему вот эту тушу мы взять не можем? Потому что она гниет. Все, она уже у нас несъедобная. К сожалению, мы ее взять не можем. Ладно, смотрите, еды у нас сейчас будет предостаточно. Рваная одежда, я думаю, это у Серый. За ней скоро прилетит звездолет и уберет ее в свою собственную фракцию. Она у нас просто гость. Итого у нас будет 5 вот этих вот человечиков. Кстати, по поводу человечиков. Заметили одну особенность, что вот в прошлой серии мы сделали классную кровать. Она у нас стала шедевральной. Но несколько из наших кроватей, вот, например, они у нас плохие. Поэтому лучше их переделать. Тогда у нас будут лучше спать вот тот же, например, повар, который сейчас вернется. Или там другие. Давайте посмотрим. Вот это отличная кровать. Нормальная, хорошая. То есть, вот эту вот кровать, как минимум, нам нужно, друзья, сейчас переделать. Переделывается она довольно просто. Ставим новую мебель, ставим кровать. Я думаю, ее все-таки нужно сделать, наверное, из дерева или из стали. Там примерно одинаковые параметры. Не так уж и много здесь у нас тратится стали. Да, давайте вот так, наверное, мы сделаем. Если что, здесь поставим тумбочку. Нам нужно, чтобы вот эта вот кровать у нас стала отличной. Так же, как вот здесь, например, отличная кровать. Караван прибыл к пещере счастья. Все, они возвращаются. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Куртку, например, кстати, можем сшить. А это пригодится для тех же наших поселенцев, которые, вот, например, строй у нас ходят. Не совсем. Так, опять хочет напасть. Знаете что? Нам надо вот этого врага все-таки убить. Давайте посмотрим, где они возвращаются. С юга они у нас возвращаются. Может быть, сделать мини-засаду? Да, наверное. Вот здесь можно сделать засаду. Смотрите, еще лечебные корни. Мы их тогда собираем все. По пути, может быть, они сразу же захватят. И иначе у нас вот эта вот собака убьет всех наших овец. У нас вообще даже последняя осталась. Так, давайте отойдем немножечко подальше. Чтобы волк не успел к нам приблизиться. И начнем его расстреливать. Итак, стрелять. Стрелять. Надеюсь, что сейчас мы его быстро убьем. Ничего страшного с нами не случится. Ага, он идет агриться на повара. Давайте, повар у нас будет приманкой. И если что, постараемся его заколоть. Все, смотрите, мы его убили, похоже. Ага, у него болевой шок. Я думаю, что мы его просто-напросто добьем. Давайте тоже добиваем. А, все, он готов уже. Ну что ж, отлично, больше он у нас не будет есть наших овец. Отпускаем. Смотрите, у нас якобы мало пищи и у нас якобы голод. Но это не совсем правда. Перейти к месту мы уже не можем. Давайте закрываем. Караван прибыл. Тоже закрываем. Смерть альпака 2. У нас уже, оказывается, двух альпак убили. Так, смотрим. Нет, вторая альпака здесь. Она нам может пригодиться. Вы написали в комментариях, что альпака это вьючное животное. Ее можно нагружать и перевозить более тяжелые грузы. Но вы также советуете приручить муфолы. У нас на юге есть небольшое стадо этих коров. Из них можно сделать вьючные животные. Поэтому давайте сейчас попробуем приручить у нас одна самка и один самец. И тогда у нас, наверное, получится целое стадо этих муфолы. Мы наложили здесь очень много мяса. А здесь почему-то у нас вообще не хочет накладываться растительное происхождение. А знаете почему? Потому что мы запретили свежие. Вот так вот нужно было поставить. Теперь у нас сразу же принесут все вот эту свежую картошку и свежий рис. И у нас будет мясо с рисом. Очень хорошее и вкусное. Смотрите, медрем начала у нас чего-то шить. Все у нас идет помаленьку. Здесь у нас почему-то ничего не происходит в мастерской художника. Видимо, руки не доходят у людей искусства, которые могут здесь что-то делать. Потому что здесь по заданиям я поставил извоять маленькую скульптуру. Можно, конечно, сделать следующее. Мы сейчас можем строя принудительно вот так вот использовать эту мастерскую. Он возьмет немножко стали. Ага. Вот это тоже тогда разрешаем. Там откуда-то, видимо, медведь. Да, здесь медведь у нас ходил. И давайте тогда разделывать тушки. Он у нас заберет. Нужно будет по всей карте внимательно ходить и смотреть, когда медведи и волки задирают других животных, чтобы их собирать и перерабатывать в мясо. Мяса у нас уже более чем достаточно. Плюс у нас урожай уже созрел. Так, отлично. Строй у нас начал делать какое-то произведение искусства. Да, это будет, наверное, как раз так, как нам нужно. Теперь по поводу этих аккумуляторов. Сразу, наверное, нужно сделать дополнительную стеночку. Здесь у нас, правда, поле, что не очень хорошо. Но мы все-таки стены. Теперь мы будем делать и сланцы или граниты. У нас и того, и другого очень много. Поэтому мы переносим вот так вот стенку. Здесь эту стенку мы всю разберем. И поставим аккумуляторы через одну клеточку, чтобы даже если они взорвались, ничего не было. Все области автоматически уменьшаются по мере того, когда на них заходит, например, вот то же здание. Так что с этим, я думаю, проблем тоже никаких особых не будет. Вы мне еще также писали, что нужно всегда следить за тем, чтобы не было темных помещений. Поэтому, наверное, мы вот так поставим здесь лампочку, чтобы когда вот здесь вот проходили поселенцы, а здесь они проходят довольно часто, здесь у нас был свет. Все, давайте вот так вот оставляем, спускаем с паузы и ускоряем это время, друзья. Сейчас строй сделает произведение искусства. Итак, смотрим. Нужна теплая одежда. Почему-то у нас стало очень сильно холодно. Давайте замедляемся. Да, на улице всего 5 градусов. Рваная одежда, теплая и малой пищи на 2 дня всего у нас материалов. И Медрем у нас обрела чутье хирурга. Отлично. Наша наркоманочка. Давайте, кстати, посмотрим, как она под воздействием бодрина. Опять она наклюкалась этого наркотика. И ходит счастливая и радостная. У нас появилась новая пара. Давайте посмотрим, кто это. Итак, серая у нас это мужчина. Медрем это у нас женщина. Жалко, что серую мы должны будем отдать тем поселенцам, которые нам прислали. Так, почему-то у нас никто ничего не делает, никто не работает. Но понятно, что сейчас 3 часа ночи. Давайте посмотрим режим дня. Во-первых, на паузе поставим. Его нужно изменить для вот этих в том числе. В принципе, все можно сделать что угодно. Они сами автоматически распределяют, когда им спать, когда им работать, когда им просто отдыхать и развлекаться. Но давайте вот действительно оставим пока что так. Теперь посмотрим по питомцам. У нас одна альпака пасется на пастбище. Сделал у нас строй уникальную скульптуру. Давайте посмотрим, какая она получилась. Вот, нормальная из стали. Я думаю, что ее нужно установить где-нибудь вот здесь, посреди комнаты, для того, чтобы эта комната была очень красивая. Ага, смотрите, принесли сюда вот эту вот урну из стали. Надеюсь, что стало здесь немножко покрасивее. Здесь у нас хорошо. Здесь у нас общая спальня неплохо. Сейчас они принесут вот сюда вот в общагу скульптуру. И будет, я надеюсь, еще лучше. Давайте посмотрим, что они здесь куртку уже сшили. То есть мы можем сейчас одеть на кого-то куртку. Можно будет дать сейчас команду. Давайте приказы на раскопку. Вот здесь у нас достаточное количество стали и серебра. Соберем в том числе и вот это тоже мы соберем. Как только будет возможность, это все обязательно у нас спилит. Древесины у нас очень много. Медведь пока что не бесчинствует. Хотя, смотрите, он подходит к альпаке. У меня есть страшное подозрение. Ага, он забил утку. Просто медведь полностью съел всю индюшку. Как бы сейчас медведь не напал на нашу альпаку. Это было бы очень некрасиво. Так, все, переделали стену. Давайте переставлять теперь аккумуляторы. Первый аккумулятор мы переставляем вот сюда. И давайте подождем, когда его сейчас переставят. Тут нам нужно провести электропроводку для того, чтобы соединить и эту аккумуляторную батарею в том числе. Смотрите, у нас аккумуляторная станция находится под крышей, но она находится в открытом состоянии. То есть теплообмен или какие-то взрывы, они будут уходить вот сюда. К сожалению, я боюсь, может погибнуть часть урожая, если что-то пойдет не так. Но, надеюсь, у нас все будет хорошо и ничего страшного не произойдет. Ладно, друзья, сейчас у нас, смотрите, строй переделал. Вторую тоже давайте переставим сразу же. Вот так вот. И у нас они будут на расстоянии одной клетки друг от друга. И посмотрите, поставили мы памятник. И здесь теперь в комнате сразу стало хорошо. А в этой комнате тоже теперь очень хорошо. Все, сейчас наступает ночь. Сделали мы довольно много дел. Я практически выполнил все, что вы мне написали в своих комментариях. И давайте продолжать развиваться. Это очень интересно. Наверное, можно убрать вот эту вот стену из стали. Заменить ее уже на либо гранитную, либо на сланцевую. Во-первых, она не будет гореть. Кстати, давайте попробуем сделать следующее. Можно ли будет заменить? Вот смотрите, стена из сланца. Можно ли будет заменить, не разбирая? Нет, нельзя. Такой объект уже есть. Так что это, к сожалению, запрещено. Поэтому после того, как они поспят, а строй у нас, кстати, не спит, мы тогда разбираем вот эту вот стенку. Мы сейчас будем постепенно заменять все деревянные стены. Давайте будем не торопясь все разбирать маленькими кусками, чтобы у нас не было какого-то большого дебафа. Смотрите, разобрали мы эту стеночку. Давайте тогда сразу же начинаем производство стен из сланца. Я посмотрел, там нет особой разницы стен из сланца, из гранита. Лучше всего, конечно, делать стены из мрамора, но мрамора у меня на карте нету. Поэтому я выбираю пока что делать стены вот такие вот, сланцевые. Они, кстати, тоже не горят. Эту стенку мы тоже разбираем. Все, готово. И сразу же тогда делаем постройку, а у нас заканчивается сланец. Нужно будет сейчас наделать сланца, но прежде обязательно нужно все-таки сделать вот такую вот стенку. Дадим сейчас задание изготовить блоки сланца. Опять 10 штук. Кто освободится, тот пусть и первый и сделает. И еще нужно не забывать о том, что нам все-таки нужно сделать хорошую кровать для того, чтобы заменить вот эту вот плохую. Поэтому давайте сейчас тоже сделаем мебель, тоже сделаем кровать из стали. И кто-то на нас нападает. Налет гиена-убийцы. Давайте посмотрим, откуда они у нас идут, что они вообще из себя представляют, много ли их. И два человека с дубинами. Я думаю, что ничего абсолютно страшного. Они заходят с севера. Так, во-первых, уменьшаем скорость. Это раз. Во-вторых, у нас вооружены строй. Ставим его вот сюда, наверное. Да, правильно. Ставим его сюда. И гормит у нас тоже с винтовкой. Ставим ее вот сюда. Дальше смотрим, кто у нас еще чего. Серую, в принципе, не хотелось бы. Давайте посмотрим. Она у нас по ближнему бою отличная. Ну что ж, тогда она, конечно же, пригодится. Пусть идет драться за нашу колонию. Не все же здесь штаны просиживать. Ну и давайте возьмем повара. У него есть какой-никакой ножичек. Вот поэтому сейчас мы встретим этих врагов. Вот они у нас двое наступают. Самое главное, давайте вот. Ага, так, проблемы. Попали мы в голову первого. Наверное, нужно будет сейчас следить и отходить постепенно. Чтобы случайно не задели серую. Вот так, на нее будет агриться. Посмотрите, готово. Одного убили. Теперь он задел все-таки немножечко серую. Готово, все. Убили мы два трупа. Это у нас гиена-убийца мертва. И здесь у нас тоже гиена-убийца, тоже мертвы. Все, давайте их тогда распускаем. Пусть они занимаются своими делами. Очень впечатлительная у нас девушка. Сразу испугалась. Сразу же тут мертвые тела ей мерещатся. И смотрите, у нас появилось две новых дубины. Дубина из мрамора, изветшавшая. И дубина из дерева. Ну, в принципе, ее, наверное, можно даже и не брать. Хотя давайте возьмем. Может быть, она нам все-таки пригодится. Дубину из мрамора. Давайте дадим тому, у кого у нас хороший ближний бой. Вот у нас хороший ближний бой. Пусть он забирает. Странно, 53%. У него же отличный ближний бой написано. Ничего не понимаю. А здесь у нас ближний бой плохой. Ну, давайте все-таки возьмем. Потому что у нас иначе вообще нет никакого оружия. А трупы отсюда нужно будет перенести. А переносчик трупов у нас вот этот вот повар. Ну, вроде бы отбились, друзья. Даже без каких-то больших ранений. Повар у нас сейчас понесет вот на это дальнее-дальнее кладбище. Там, где у нас хранятся трупы. Если я правильно понимаю, он не должен сюда сейчас складывать. Да, все отлично. И после этого мы дадим ему задание перенести еще и вот этот вот труп. Итак, друзья, у нас скоро свадьба. Медрем и Серые предложили свою руку и сердце. Принимает предложение. Они теперь помолвлены. Я не знаю, что теперь будет. Наверное, Серые, а это мальчик. Он, наверное, должен теперь у нас остаться и честно жениться на Медрем. Но давайте посмотрим, во-первых, как у Медрем со здоровьем. Потому что у нее была наркотическая зависимость. Смотрите, уже 31%. Было 64%, стало 31%. Воистину, любовь лечит все болезни. Кровать у нас стала хорошо. Эта кровать у нас плохо. Поэтому владельца мы здесь снимаем. Назначаем пока временно вот сюда повара. А эту кровать, плохую, мы просто разбираем. И сейчас давайте попробуем на ее месте создать еще вот такую вот отличную кровать. Может быть, у нас даже получится. Смотрите, хорошая, нормальная. Кстати, нормальная, я так понимаю, это хуже, чем хорошая. Поэтому мы ее тоже сейчас удалим. А здесь у нас вот кровать из дерева плохая. А она у нас медицинская. А я еще думал, почему у нас так плохо лечатся наши больные. Да все очень просто. Потому что кровать у нас плохого качества. Поэтому и больные плохо лечатся. Все, смотрите, как классно у нас сделались аккумуляторы. Все в порядке. Здесь мы стеночку переделали. Наверное, пора начать переделывать стеночки уже и внутри. Погнали. Разбираем это все. Двери у нас пока что остаются деревянными. Мне очень сильно не нравится, что здесь у нас комната по разделке мяса. Так, вот такое ощущение, что у нас полностью забита вся плита. Смотрите, 30-25. Приготовить блюдо. У нас нету мяса. Где медведь, который тут ходил? Давайте вот этого перенесем, чтобы здесь трупы не валялись. Потому что они могут гнить и будет все плохо. Вот медицинские лекарства. Опять это правда срезать. Нам надо искать где-нибудь большие такие заросли. Мне кажется, что я такие зеленые кустики видел где-то вот в этом районе. Вот. Смотрите. Собрать. Собираем. И где-то здесь на севере тоже было достаточно много. Все. Теперь, я думаю, недостатка в лекарственных средствах у нас не будет. Если что-то пойдет не так, мы сможем... Все. Это... О, как много. Все. Теперь точно у нас будут лекарственные средства. Мы их соберем. Какой же у нас сильный духом вот этот вот повар. Он у нас перенес все вот эти вот трупы. И давайте даже посмотрим, ускоряем время. Он даже их не боится. У него больше не возникает значок. Смотрите. Что он испугался трупа. Все. Здесь эти трупы никто не видит. Они тут никому не мешают. Ягоды в том числе тоже можно будет собрать. А тем временем мы попробуем построить еще одну кровать. Может быть она у нас все-таки будет отличной. Кстати, тумбочки, наверное, тоже имеют какое-то свойство. Давайте посмотрим. А, да, нормальные. Значит, у каждой тумбочки тоже есть нормальный, хороший, плохой или ужасный. Давайте сейчас посмотрим. Отличные тумбочки. Здесь вообще такая хорошая комната. Здесь у нас все неплохо. Здесь у нас вообще хорошо. Потому что здесь мы поставили памятник. Наверное, нужно сделать еще один памятник. Поставить его на кухне. Потому что на кухне у нас... Давайте посмотрим. Посредственно. Да. Я думаю, во-первых, давайте сделаем вот так вот. Еще одну маленькую скульптуру. И посмотрим, чем у нас занимается строй. А строй у нас, как и положено, строит. Он сейчас построит кровать. Не будем ему мешать. Посмотрим, что это за кровать. У меня есть подозрение, что у нас слишком маленькие поля. Уже для такого большого населения. Поэтому давайте сейчас отгородим где-нибудь хорошую территорию. Где мы можем посадить вот здесь вот плодородность 100%. Итак, какую сделал он кровать? Он сделал кровать нормальную. Тогда мы из нормальной кровати делаем медицинскую кровать. Эту медицинскую кровать мы тогда разбираем. Потому что она у нас плохая. И попробуем уже на ее месте сделать отличную кровать. Вот таким вот методом постепенно-постепенно будем переносить все кровати и собирать то, что нам нужно. Дадим задание сшить куртку. И пусть у нас сделается хотя бы парочка курток. И мы ее оденем на серую. Все-таки у ней скоро свадьба. У него скоро свадьба с медремом. Мне очень понравилось, что медрем снялась вот эта вот зависимость практически полностью. Надеюсь, что скоро она даже излечится. Смотрим. Скоро свадьба. Перейти к месту у серой. Дальше. Заросли амброзии. Перейти к месту. Здесь мы, скорее всего, точно забудем. Хотя нет, здесь прямо рядом. Мы это все соберем, конечно же. Мы еще даже не собрали ни лекарственные растения, ни спилили деревья, ни собрали ягоды. Давайте, я так думаю, нужно ускорять вот так вот побыстрее, чтобы у нас база развивалась. И все уже легли спать. Ноль часов. Пора спать. Ну, смотрите, добились мы неплохих результатов. Во-первых, в этой комнате у нас уже хорошо стало. В этой комнате у нас стало уже неплохо. Поставили мы здесь вот эту вот урну из стали. Она тоже дает красоту. Ага, стены. Нужно будет сейчас сразу же, пока мы не забыли, сделать стены из сланца. Здесь и здесь. Вполне возможно, пол тоже нужно будет переложить из сланца, потому что вот этот пол случайно может загореться, что не будет очень хорошо. А тем временем мы разбираем вот эту вот, продолжаем разбирать вот эту стенку. Вместо нее мы поставим... У меня есть идея вот так вот увеличить на одну клетку наш дом. Ну, давайте так оставим. Так, прилетел шаттл. Это что такое? У нас прилетел шаттл, видимо, за серый. Так что никакой у нас свадьбы не будет. Челнок стартует через три дня. Я не знаю. Смотрите, гармит теряет воодушевление к животным. Все-таки, давайте, чтобы не отвлекаться, сначала разберемся со стенкой. Переделаем ее. Строй сейчас построит новые стены. Теперь нам нужно где-то взять много-много мяса. Вот, смотрите, он ее гладит. Смотрите, как интересно. И даже кормит эту овечку. Классно. Нужно будет не забыть, когда корабль уже будет улетать. У него какие есть? Отправить. Мы можем сразу отправить. Начать процедуру взлета и отправить челнок к месту назначения. Отсутствует необходимое пассажиры или груз. Я все-таки, наверное, подожду хотя бы вот два дня. За 0,9 дней, я надеюсь, мы успеем отправить. Может быть, все-таки будет свадьба. С одной стороны, это хорошо, это будет радостное событие. С другой стороны, наверное, это будет очень плохо. У нас Серый будет скучать по Медрему. Но я надеюсь, что Серый, так как женится на Медреме, он останется здесь, как честный мужчина, и будет теперь жить в нашей колонии. Посмотрим, короче, друзья, как все пойдет. А пока исследование завершено. Ковка. Экран исследований. Ставим на паузу и будем сейчас думать. Ковку я изучал только для того, чтобы открыть верстак для механики. Здесь всего 1000 единиц. Но вы все мне пишите, что лучше всего начать сразу же учить геотермальный генератор, и у нас не будет недостатка в электроэнергии. Я вам что хочу сказать, что у нас даже сейчас абсолютно нет недостатка в электроэнергии. Поэтому, наверное, верстак нам что даст? Давайте посмотрим. Инструменты, механические изделия и разборки трупов механоидов. Это не главное. Главное, чего я хочу достичь, это самому делать вот эти винтовки. В принципе... Да, давайте тогда будем изучать геотермальную энергию. Рано или поздно она нам все-таки пригодится. Отпускаем с паузы. Смотрим. Осталось 2,5 дня. Стенку разобрали. Придется здесь немножечко работать на паузе. Хотя нет, давайте. Все-таки здесь без паузы обойдемся. Стеночка из сланца. Закрываем это все. И постепенно, постепенно мы начали переделывать нашу базу из дерева в металл. Здесь я, конечно, потратил довольно много стали. И вот здесь вот, что не очень хорошо, конечно. Но, может быть, в итоге мы и эту сталь в том числе заменим. Я хочу провести эксперимент, друзья. Я хочу на маленьком участке попробовать сделать покрытие из сланца. Давайте, например, посмотрим, чем отличается покрытие вот из того же сланца. К примеру, от покрытия доходные, тяжелые строения, легкие строения, воспламеняемость 0. А, например, если мы делаем плитку из сланца, то у нас привлекательность становится 1. Давайте тогда попробуем сделать плитку из сланца. Может быть, можно будет заменить вот здесь для начала. Посмотрим, как и на что это влияет. Может быть, сделать дополнительную комнату, в которой у нас будут дополнительные развлечения. Давайте посмотрим, какие у нас еще есть. У нас есть шахматный стол. Тренирует интеллект. Можно практиковаться в одиночку. То есть шахматный стол как раз пригодится у нас для гармета, она у нас ученая, и для медбоя, если я правильно помню. Он у нас тоже хороший ученый. Да, медрем. Вот, медрем и гармет. У нас по двоечке, они имеют хорошие по 8 единиц, а этот даже 11. Я думаю, друзья, шахматный стол мы обязательно сейчас сделаем, но только после того, как у нас поспят наши человечки. Придут в себя, все соберут. Странно, почему они у нас не собирают медицинские компоненты? Вот же, они уже огромное количество здесь собрали, срезали, но тем не менее, почему-то... Сейчас мы постепенно заменим всю внешнюю древесину на мрамор или сланец. И даже вот эту вот сталь мы тоже заменим, потому что она там горит с вероятностью 40%. Стали у нас, в принципе, много, просто ее не переносят на склад. После того, как ее перенесут на склад, и вот это вот, тогда у нас будет и то, и другое. Все, стеночку сделали. Посмотрим на красивый пол. Водушевление серое. Посмотрим. Серый чувствует прилив жизненных сил. В ближайшие 8 дней он будет передвигаться значительно быстрее. Нам самое главное сейчас не забыть, что через 1,8 дня нам нужно отправлять домой. Я все еще жду, когда у нас будет свадьба. Я очень надеюсь на то, что когда у нас будет свадьба, то вот эта вот серая, она у нас останется. Но пока что ничего не происходит. Посмотрите, как стало красиво. Я думаю, что, во-первых, давайте постепенно будем разбирать все, что у нас касается дерева. И будем собирать все из сланца. Да. Потому что дерево неблагонадежно. Посмотрите, очень красивый пол. Как у нас здесь. Стало сразу же неплохо. Кстати, стулья тоже имеют хороший, нормальный и плохой вид. И кровати. Так, здесь кровать нужно будет еще одну сделать. Во-первых, на всякий случай, чтобы кровать всегда была запасная. Давайте кровать из стали вот так вот поставим. Может быть, ее смогут сделать идеально красивой. Челнок стартует через 24 часа. Свадьбы у нас до сих пор нету. Смотрим. Спят они здесь. Далеко друг от друга. И кровать у нас хорошая. То есть нам все-таки нормальные кровати. Нужно от них постепенно избавляться. Делать все-таки все кровати хорошими. Тогда давайте сделаем здесь у нас больничную кровать. Эту кровать мы разбираем. И пришло время делать вторую маленькую скульптуру. Ну, правда, только после того, как у нас все поспят. Челнок стартует через 23 часа. Я очень надеюсь, что прямо сейчас у нас начнется свадьба. Малая одежда, рваная, один поселенец. Чутье хирурга у Медрема. Она может лечить. Спасибо, не нужно. Челнок прибыл, мы уже видим. И задание доступно. Королевское восхождение. Давайте посмотрим. Чтобы принять это задание, вам потребуется поселенец с титулом граф или графиня. Спальня, подобающая титул Стелларх Теокал. Ну, короче, у нас, я так понял, этого нет. Мы даже не можем принять это задание. Поэтому мы от него отказываемся. Давайте тогда здесь тоже мы все сделаем вот так вот из сланца. И нам нужно будет вот здесь переделать стенку. Поэтому. Ну, сначала, так как у нас всего один рабочий, который непонятно где ходит и непонятно что делает. Зачем у нас рабочий собирает лекарственные травы, когда ему лучше всего? Из гранита, из стали, нормально. Кувшин мы не можем забрать. Нет, это все уже плохие здесь у нас кувшины. Так вот, мы еще нашли очень огромное количество лекарственных трав. Сейчас у нас постепенно-постепенно лекарственные травы прибавятся. Ускоряем время, друзья. Рискую я, очень сильно рискую. Но все-таки попытаемся дотянуть до конца. Может быть, у нас будет свадьба сейчас. Вообще, это будет жестоко, если честно, что у нас будет свадьба. И как только она закончится, мы сразу дадим старт и у нас улетит челнок. Нет, давайте, я все-таки решил, берем, друзья, серую и усаживаем ее в челнок. Давай, отправляйся домой. Не нужно нам здесь никакого чужого человека. Сейчас мы должны будем выполнить это задание. Так, горный козел сходит с ума. Где он у нас? Перейти к месту. Он довольно-таки далеко, нападает он у нас с юга. Непонятно, где наша база. Вот наша база. Ну, пока он добежит, я уже успею отправить вот этот вот экспедиционный челнок. Давайте, мы с паузы отпустили, отправляем его. Так, задание завершено. Давайте посмотрим, что мы получили. Вы успешно завершили задание убежища для союзника. Белый желает наградить вас за достойный прием. Среднее настроение гостя за время пребывания было аж 80%. Поэтому уровень отношений с фракцией Единства Брага повысился на 13. Ну, что ж, отлично. Давайте, наверное, откроем задание. Заберем это золото, где оно у нас находится. Скорее всего, оно валяется где-то здесь. И смотрим, где у нас бегут горные козлы. Строй к оружию ставим сюда. Гормет к оружию ставим вот сюда. Я надеюсь, что они сейчас быстро убьют этого горного козла. А здесь с ножом бежим сюда. Все. Если я правильно помню. Ага, у нас еще и медрем с копьем. Можно будет тоже ее взять. Поставить где-нибудь вот здесь вот поодаль. Пусть она в том числе кидается копьем вот в этого горного козла. Который у нас где-то бежит. Итак, смотрите. Подбежал горный козел. Сейчас мы дадим команду ближний бой. Стрелять в горный козел. Невозможно попасть в цель. Интересно, почему невозможно попасть в цель. Ага. Попали наконец-то мы в горного козла. Есть. Готово у нас медрем, копьем, заколол горного козла. Это просто было невероятно. Отлично. Гормет отпускаем. Здесь мы тоже отпускаем. Молодец. А повар? Ну а повар, как всегда, мы ему дадим задание. Во-первых, здесь мы ставим разрешить. Во-вторых, повару кликаем вот сюда. И он у нас будет разделывать эту свежую тушку. Заберет. И сразу у нас появится мясо. И появится очень много дополнительных новых блюд. Смотрите. Здесь семь. Здесь одно. Здесь тоже семь. Удивительно. Через три дня у нас здесь все протухнет. Но по заданиям приготовить вкусные блюда. Так. Давайте, наверное, вот так вот приостановим это на паузе. Чтобы у нас готовилось только вкусное блюдо. Смотрите. Сейчас он теоретически должен принести сюда мясо. И теоретически должен принести... А он не сможет. До тех пор, пока мы не соберем урожай, он не сможет делать новую еду. Медрем у нас собирает рис вместе с поваром. А Медбой у нас сейчас, похоже, займется вот здесь вот вытачиванием из камня. Сейчас, как я думаю, у нас вот эти растительные продукты принесут, положат вот сюда. Давайте еще раз проверим, правильно ли у нас настроен склад. Сделали мы абсолютно правильно. Поставили разрешить свежие. И поставили разрешить продовольствие. Да, продукты растительного происхождения. Смотрим внимательно. Смотрите, сейчас повар должен положить вот сюда. И начать из мяса и риса. Так, что случилось? Почему он перекладывает в другие места? Все, да, начинает работать. Вот это мясо почему-то испортится через 1,9 дня. Он его почему-то выкинул. И делает из другого риса. Ну, наверное, просто как-то тут игра сама пересчитывает. Так что не будем пока волноваться до тех пор, пока это мясо не протухнет. Во, смотрите, как мы много картошки собрали. Здесь у нас еще дополнительная картошка. Да, я, друзья, думаю, что реально нам нужно увеличить вот это вот поле. Давайте расширим область этой посадки. Добавим еще вот сюда. Итого у нас здесь будет огромное поле риса. Картошку сейчас соберут. И огромное поле картошки. Здесь я тоже просто расширю участок. Потому что все-таки, как мне кажется, повторюсь, еды, наверное, уже скоро будет не хватать. У нас 5 человек. Что, драка какая-то? Смотрите, что-то случилось. А, это они так приветствуют друг друга. Смотрите, какой красивый пол сделал у нас строй. Настоящий строитель. Я думаю, что пора уже сделать мою идею. Смотрите, извоять маленькую скульптуру. Давай, строй. Куда он сейчас пойдет? Не нужно тебе этим заниматься. Нет, 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 не нужно. Давай вот так вот творить, используя вот здесь вот материалы. Не нужно тебе ходить. Продукты соберут другие. Я даже не знаю, почему он у нас ходит, почему он у нас носит. Смотрите, ему больше нечего строить, он у нас убирается, значит, больше нечего убираться. И тогда он по выбору не хочет отдыхать, не хочет работать и не хочет быть садоводом. Он, кстати, очень плохой садовод, у него пятерка. И носильщик у него просто переносит ученый, из него никакой. Сейчас, я надеюсь, он сделает красивый памятник. Этот красивый памятник мы поставим вот сюда вот на кухню, который мы, кстати, сломали стену и до сих пор еще не восстановили. Давайте по-быстрому сейчас исправим этот маленький недочет. И у нас сделается новая кроватка, и все кровати постепенно-постепенно у нас будут отличные. Посмотрите, в спальне у нас теперь очень хорошо. Здесь у нас неплохо. Так, а куда они отнесли чашку, которая здесь была? Видимо, куда-то они ее разобрали на сталь, что ли, абсолютно непонятно. И здесь валяется золото. Почему-то золото валяется на дороге. Давайте переносим золото, пусть они у нас отнесут на склад. Все, ускоряем время до тех пор, пока у нас не изобретется новая скульптура, которую я поставлю не в спальне, а вот здесь вот на кухне. Так, нужна теплая одежда. По ночам стало очень холодно, у нас уже октябрь наступил. Что случилось с медбоем? Давайте посмотрим. Пищевое отравление, болезненное состояние. Нужды у него, сильная боль и недоедание. Не совсем понятно, почему он плохо питается, когда у нас вот идеальная пища. Иди спокойно да поешь. Задача завершена. Извоять малую скульптуру. Я так понял, он ее отнес. Давайте посмотрим, какого она качества нормального. А это у нас какого тоже было нормального качества. Ну что ж, давайте мы тогда скульптуру поставим на кухне. Где-нибудь вот здесь посередине. Чтобы все люди, которые входят и выходят, видели здесь красоту. Надеюсь, правда, она не помешает. Смотрите, стол уже очень маленький. Здесь уже не хватает. Нам нужно сделать будет большую кухню. И вообще кухню нужно сделать отдельно и красивую. Мне не нравится только одно. Но почему у нас вот эти вот муфало... Так, а у нас муфало убили. Вот это да. И он... Так, во-первых, давайте... Тут, похоже, была большая драка. Вот почему у нас невозможно было приручить. Тогда ставим вот здесь вот приручить. Повару мы даем команду. У нас, кстати, и повар, и медбой отлично готовят. Чем у нас занимается этот повар? Ага, он просто играет. Давайте мы ему тогда разделывать. Раз. Второму. Тоже занято уже. Нужно было ему дать команду, чтобы зря не отвлекать. И у нас... Вот, мы добыли с предыдущего каравана. Мы добыли чертеж циркадное воздействие. Интересно, что это такое? Давайте прочитаем. Чертеж, относящийся на лови циркадное воздействие. Могут представлять собой обруки бумаг. Так, короче, здесь смысл такой, что создание мозговых имплантов, которые хирургически управляют циркадным ритмом, сокращая потребность во сне, открывает циркадный разделитель и циркадный стимулятор. Перейти, перейти. Я так думаю, что, скорее всего, нужно взять нашим ученым и изучить, вот, применить чертеж циркадное воздействие. Давайте сейчас посмотрим, как это делается. Наверное, она сейчас вставит себе в голову. Нет, она пошла за научный стол. Все, она, наверное, так, смотрим. Применен чертеж циркадное воздействие. Он применен. Вы выбрали все требуемые чертежи для этой технологии. Теперь ваши исследования могут изучить и области применения за исследовательскими столами. Применив чертеж, Гармет получает 2000 единиц опыта к навыку умственный труд. Она и так у нас была продвинутая что-то в районе, там, 11 уровня. А теперь она у нас вообще 12 уровень стала. Она сразу качнула себе левел. Вот это да. Вот это мы классно изучили. И, как я понял, у нас в технологиях появилось циркадное воздействие. Наверное, это какая-то суперразвитая. Вот. Мозговая проводка. Мозгорез. Нет, это не здесь. Вот еще появилось. Вот, циркадное воздействие. Да, действительно, мы его уже заранее изучили. Циркадный разделитель, циркадный стимулятор мы уже можем применять. Но я думаю, до этого еще очень-очень рано. Нам нужно сначала выучить вот эти вот науки микроэлектроники, потом производство медикаментов. И неплохо бы все-таки пройти вот эту вот ветку огнестрельного оружия, потому что мы так оружие и не смогли получить. Ну что ж, давайте отпускаем с паузы. Кровать сделали. Кровать у нас хорошая. Теперь у нас все кровати стали как минимум хорошие. И это, наверное, не так уж и хорошо. Давайте тогда еще одну кровать попробуем сделать. Нам нужно добиться, чтобы все кровати у нас были просто отличные. И смотрите, как интересно. Ему не хватает растительной пищи, и он за растительной пищей бегает на картофельное поле. В первую очередь, я думаю, заменить нужно будет пол вот здесь. И вот здесь. Потому что это дает привлекательность. Плюс это, наверное, дает какую-нибудь чистоту, я так думаю. Ну и теперь выкладываем все плиткой из сланца. Чтобы у нас здесь было хорошо, чисто и красиво. Посмотрим, как у нас здесь ужасно. Что случилось? Скудно, тесно, грязно. Чистота очень грязная. Странно. Неужели эта плитка дает очень большую грязь? А давайте посмотрим, что у нас здесь. Тоже стало ужасно. То есть не всегда получается... Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, омерзительно. То есть не всегда получается, что каменный пол лучше, чем деревянный. Вот это, конечно, нюанс, друзья. Я, наверное, сейчас тогда прекращу. Так, посредственно. Здесь у нас ужасно. И просто грязно. Грязью у нас занимаются раз, два, три человека. Так что, думаю, с грязью мы справимся без каких-либо проблем. Еды у нас тоже достаточное количество. Через четыре дня, через три дня. Но я думаю, что за эти дни у нас успеют все это съесть. И посмотрите, у нас у гармет творческий подъем. Может быть, она сможет сделать красивую кровать? Смотрите, это хорошая кровать. Это тоже хорошая кровать. Давайте, наверное, мы гармет дадим задание делать кровать. А лучше всего мы гармет... Ну, пусть она сейчас отоспится. Мы дадим задание доделать вот эту вот куртку. Раз она ее начала делать, давайте шить одежду. И, наверное, она ее сделает очень-очень классную. Задача завершена – сшить куртку. Куртка готова. Медбой у нас в чего одет? Он у нас рубашка, пуховик и штаны. Я думаю, что ему можно взять будет еще и куртку. А теперь давайте посмотрим строй, в чего у нас одет. А строй у нас только в рубашку и штаны. Поэтому лучше строй одеть куртку. Тем более, это сделала его жена. Он будет вот какой у нас красавчик. У нее сразу поднимется настроение. И, надеюсь, он будет работать лучше и быстрее. Все, ждем, когда сюда придет строй. Построил он кровать. Построил он отличную, кстати, кровать. И давайте на этой оптимистической ноте мы закончим эту интересную серию. Пишите в комментариях, что еще нужно переделать или достроить на нашей базе. Поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. Не забудьте поставить лайк. На этом все. С вами был Никодим. Увидимся в следующей серии, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...